Каково постановление шариата относительно справления малой нужды стоя? Установлено ли от пророка, чтобы он так делал? Нет проблем в том, что касается справления именно малой нужды стоя. Но при соблюдении двух условий. Первое условие – беречься от попадания мочи на одежду. Второе условие – беречься от посторонних взоров. Достоверно установлено со слов Узайфы, да будет доволен им Аллах, что однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подошел к тому месту, где люди сбрасывают мусор и помочился стоя. Таким образом, мочиться стоя не запрещено, как думают многие рядовые мусульмане. Как говорится, простой народ-вредитель. Из удивительных вещей, что рядовые мусульмане горячо порицают мочиться стоя, но вместе с этим легкомысленно относятся к тому, что люди смотрят на его сравную часть во время справления малой нужды. Поэтому можешь увидеть, что они не придают данному факту большого значения, несмотря на то, что человеку следует прикрываться от глаз все тело. Что касается срамных частей, то их закрывать обязательно. Если человек решил помочиться на открытом пространстве или сходить по-большому, то лучше уйти как можно дальше, скрывшись от людей, либо за дерево, либо за холм и так далее. Это шариатская этика. Срамные же части скрывать от посторонних глаз является обязательным. В связи с этим хочу отметить, что достоверно установлено от пророка да благословит его Аллах и приветствует. В сообщении от Абу Аюба Аль-Ансари, да будет доволен им Аллах. Справляя большую или малую нужду, не обращайтесь лицами в сторону Кибли и не поворачивайтесь к ней спиной, однако обращайтесь в сторону востока или запада. Это касается открытых пространств, а также строений. Поэтому Абу Аюб сказал, «Прибыв в Шам, мы обнаружили, что туалеты, построенные в направлении Каабы, мы отклонялись в сторону от нее и просили прощения у Аллаха, слова пророка мир ему и благословения Аллаха. Однако обращайтесь в сторону востока или запада». Касается жителей Медины, а также тех, кто подобен им, то есть поворачиваясь в сторону востока и запада. Они тем самым не поворачиваются в сторону Кибли. Это относится к прекрасному обучению посланникам, мир ему и благословения Аллаха. Сообщив о чем-то запретном, он объявлял общине о том, что является дозволенным, не запирая тем самым двери. Таким же является метод Кур'ана. Всевышний Аллах сказал, «О те, которые уверовали, не говорите пророку, заботься о нас, а говорите, присматривай за нами, и слушайте». Запретив говорить, заботься о нас, он разрешил им говорить, присматривай за нами. Также достоверно установлено от пророка мир ему и благословения Аллаха. Из истории с финиками, когда Белял пришел с финиками к пророку, мир ему и благословения Аллаха. А качество фиников было хорошим. Он спросил его, «Все финики в Хайбаре такие же, как эти финики, такие хорошие и качественные?» Он ответил, «Нет, но мы за два са плохих фиников берем один са, а за три са берем два са хороших фиников». Пророк мир ему и благословения Аллаха сказал, «Нет, так не делайте, поэтому ты продай плохие, а потом на эти деньги купи хорошие». Упомянув запрещенное, он указал на разрешенный выход. Так следует поступать каждому призывающему ко Всевышному Аллаху, повелевать людям и запрещать. Запрещая от совершения предосудительного, необходимо открывать дверь к разрешенному из этого вида, чтобы человек мог излечиться от него. Опираясь на хадис, указанный мною, пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Однако обращайтесь в сторону востока или запада». Но достоверно установлено в двух сахихах, со слов Ибн Умара, да будет доволен им Аллах, что он сказал, «Однажды я поднялся на крышу дома Хафсы и увидел, как пророк мир ему и благословение Аллаха справляет свою нужду, повернувшись передом к Шаму и задом к Каабе. Это указание на то, что будучи в здании, можно поворачиваться задом в сторону Каабе. При справлении нужды сидя. Однако остается запрет направляться в сторону Каабе во время справления нужды стоя. Таким образом, строя дом, необходимо обращать на это внимание. То есть, чтобы во время справления нужды сидя человек не направлялся лицом в сторону Кибли. Но чтобы Кибла была либо справа, либо слева, либо сзади, так лучше. Поворачиваться же лицом в сторону Каабе нельзя. Ни на открытом пространстве, ни в здании. Каабе пожалуйста. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...